всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу записать для вас расклад который предложил александр невский называется он правильно ли мы выбрали свою профессию или надо ее поменять хочу сделать небольшое вступление касательно корректности скорее всего задавание вопросов вопросы в которых звучат первые слова надо ли правильно ли возможно ли всегда есть некое такое сомнение и на этот вопрос ну если бы он в личной беседе небо задавался я бы всегда говорю что все зависит ну то есть это ваша ответственность все зависит от вас как вы решите так и будет то есть надо надо не надо не надо в этом есть сомнения когда мы говорим о каком-либо выборе возникает вопрос на чем мы на что мы опираемся вот так давайте скажу то есть если мы опираемся на наше сердце то мы четко знаем и понимаем что вот нам нужно двигаться в этом направлении если возникают какие-то сомнения это сразу показатель того что процесс у нас действительно мыслительный то есть мы идем от головы потому что сомнение у нас возникает лишь голове когда идет разделение личности до раздвоение расстроения я не говорю о патологии я говорю о том когда внутри нас появляется неожиданно два мнения то есть мы ведем внутри себя некий такой диалог и это уже есть иллюзия почему потому что реальность она едина для всех то есть там где присутствует единство это всегда реальность там где присутствует некое раздвоение расстояние барьеры вот границы да это все показатель того что мы идем от головы а далее когда могут возникать такие вопросы такие вопросы могут возникать когда например в профессиональной сфере произошло некое такое выгорание до усталость психологическая может быть физиологи ну физиологическая усталость дальше такие вопросы могут возникать когда у нас нету правильного восприятия реальности когда есть завышенные какие-то ожидания либо от себя либо от окружения то есть когда мы не получаем некое такое подтверждение до своей профессии своей профессии каких-то результатов вот например там я делаю расклады и я не вижу например повышение там количество подписчиков ну статистику да то есть она не улучшается она и не улучшается но она и не улучшается нет какого-то роста и тогда у меня возникает сомнение а тем ли делом я занимаюсь до а то ли это мое или не мое с точки зрения развития нету чего-то нашего либо не нашего есть просто получение некого опыта это с точки зрения души поэтому неважно какой работой вы будете заниматься важно ваше внутреннее состояние в той или иной деятельности то есть вы можете быть простым разнорабочим и при этом получать от этого удовольствие да и ваше внутреннее состояние вас будет ощущение того что да это моя работа потому что мне это нравится либо это может быть любая другая работа но в ней вы не будете получать морального какого-то внутреннего удовлетворения вам всегда будет казаться что вы занимаетесь не своим делом вот это вот такое в отступление то есть здесь чисто знаете такое субъективное понимание чего же я хочу чего я хочу от других и как правило вот это вот завышенное ожидание да то здесь иллюзия проигрывается именно в ожидании чего я хочу каких результатов я хочу получить кем я хочу стать и ну то есть иногда бывает так что я иду на эту работу только для того чтобы улучшить например свои финансы с другой стороны опять-таки есть убеждения что если работа мне нравится она меня удовлетворяет она не приносит каких-то финансовые какого-то финансового благополучия то здесь вопросы разные и нужно рассматривать их индивидуально я бы так сказал они ну в общем но в любом случае это вот причина того почему я не люблю вопросы которые задаются с точки зрения правильно неправильно надо не надо и так далее здесь чисто индивидуальный выбор на основе тех потребностей которые есть у вас поэтому сегодня я хочу сделать такой достаточно глубокий расклад в нем будет девять вопросов и я предлагаю сделать расклад на две позиции изначально хотела одну но поскольку александр сказал о том что его коллеги и сотрудники я извиняюсь за шумы просто у нас еще тепло погода позволяет открытые двери большое количество как правило вопросы профессиональной тематики и здоровье они не так интересны как например межличностных взаимоотношений и вот в малой степени развития вот но я выбрала к свой канал для развития поэтому эта тематика меня интересует независимо от количества просмотров вот но я все-таки решила предложить вам некую такую вариативность хотя я неоднократно говорила о том что вариативность это иллюзия но просто всего того как устроен наш мозг вот кто не читал книгу курпатова красная таблетка почитайте но там очень подробно описывает как раз таки вот эту вот иллюзорность выбором ну ладно сейчас не про это любом случае кому необходим выбор и вот я сделала два две позиции буду делать вот хотя если честно для меня было бы оптимально 1 для того чтобы я знаете вот погрузилась прям вот очень очень хорошо потому что это как это погружение под воду ты опускаешься потом тебе на какое-то время чтобы подняться потом опять погружаться это уже тяжело это уже ну нагрузка вот в таком формате расклада глубокие когда хочется вот что-то действительно проанализировать и помочь человеку ну вот такое вот вступление было необходимо по крайней мере с моей точки зрения тайм-коды будет в описании можете прийти на индивидуальный расклад мы с вами посмотрим вашу индивидуальную историю вся информация обо мне есть в описании под этим видео по ссылке мои услуги и так мы приступаем я надеюсь вы выбрали сегодня не хочется громко разговаривать вот но я надеюсь очень что у меня будет слышно позиция номер один зелененький камешек вот с этим мы будем работать это отодвигаем итак первый вопрос чем вы занимаетесь не конкретная профессия с чем связаны вот вашей деятельности чтобы поняли но сигнификация ваша это или нет работать буду на колоде темного света и на колоде чака специально успехом счастья называется чем вы занимаетесь выпал повешенной хочется сказать абсолютно ничем да ну хотя как вариант может быть такое да то есть действительно у людей происходит сейчас какое-то выгорание да либо человеком знаете ощущение того что вот кто-то болеет и вот эта вот болезнь дала вам возможность по времени немножко проанализировать чем бы вы хотели заниматься да либо есть здесь какие-то ограничения может быть физические какие-то ограничения да инвалидность либо еще что-то и человек думает что вот а если бы этого не было да то я бы мог под кем бы я мог стать вот один из вариантов второй вариант кем вы можете заниматься по аркану повешенной здесь нету хотя можно сказать знаете вот вопросы которые связаны непосредственно с духовностью с благотворительностью до некое такое волонтерство но предмет профессии связано с тем когда мы лишаем себя осознанно чего-то для того чтобы получить что-то например я осознанно жертвую там свое волонтерстве например до жертвую свое какое-то время до свободное для того чтобы помочь например там животным вот то есть здесь оказание помощи однозначно здесь вот этот вот вопрос жертвенности жертва жертвоприношения да то есть лишение себя здесь однозначно человек очень много времени тратить ну вот оказание помощи на очень много времени вы тратите на других людей на другие ситуации здесь может быть также связано что-то именно с духовностью да вот именно понимание себя когда люди много времени медитирует погружаются в себя что-то анализирует но общий такой знаменатель до профессии это вот когда вы лишаете себя чего-то во имя чего-то другого то есть здесь больше вы не работаете физическим трудом давайте я так скажу да то есть вы не строитель здесь больше гуманитарии проходят у меня давайте еще уточню ну и луна здесь вы можете например помогать другим людям выходить из непонятных неопределенных каких-то ситуаций на здесь почему-то мне проходит акушеры гинекологи дав то что связано с рождением ребенка непосредственно с родами зачатием такие знаете вот ико непонятные на ситуацию ну то есть все что связано с гинекологии медицина психология здесь тоже может проходить психотерапевты что еще философия здесь тоже может проходить но вот такие вот гуманитарные таки достаточно обширной профессии что еще может проходить по уне не больше психологии идет да может быть что здесь люди например ну целители то есть магического такого направления да что что еще что то такое вот здесь знаете вот как-то люди больше энергетически вкладываются здесь все что связано с мыслительно душевным таким состоянием да вот психическое состояние вот все и вот профессии связаны с психическими состояниями как ваши личные так и ваших пациентов вот вот это значит будет ваша профессия я шоу какие способности вы раскрываете или используете в своей профессии сейчас то есть вот в той который я озвучил да какие способности раскрываете и используете да какие способности раскрываете и используете смотрите с одной стороны вы прорабатываете себя через своих клиентов свои какие-то травмы почему потому что к вам приходят люди которые на грани хочется сказать на грани знаете люди не в ресурсе да и вот как будто бы через них вы прорабатываете свои какие-то детские сценарии достаточно болезненные очень травмирующие то есть это не то что там мама накричала и я у меня там самооценку вполне здесь не про самооценку здесь действительно болезненные какие-то ситуации психологическое знаете вот какое-то давление может быть за ребенка да у кого-то вот могут быть тики да вот психологические тик так глаз папа подрагивает либо еще что-то либо какие-то вот ну вот тик до привычка какая-то вот такая невротическая да здесь вот что-то связано то есть с одной стороны к вам люди такие приходят почему вы их лечите потому что это есть у вас то есть вы как будто бы об них лечитесь поэтому вы это можете осознавать можете не осознавать с другой стороны какие способности свои раскрываете по тройке мечей мы раскрываем умение эмпатии чувствительности умение прощения умение знаете вот понимание других людей входить в их состояние вот здесь вот именно вот по повешенному не случайно выходит духовное вот это вот развитие своего психического состояния да то есть здесь раскрываются такие навыки как сострадание сопереживание все что связано с психикой с одной стороны с другой стороны цикличность прорабатывания какие-то да ну то есть например если вы психолог там работа с расстановками да что-то такое с какими-то по форт повторными ситуациями до зависимости вот здесь проходит причем знаете зависимости какие не это не алкоголично не не алкоголь и не наркотики а по колесо фортуны здесь проходят зависимости непосредственно связанные с финансами да то есть некая такая игромания причем игромания может быть не обязательно за деньги в казино это может быть например компьютерные какие-то игры до зависимость тоже вот цикличность повторные ситуации травмы если опять-таки медики например там пост пост после рождения да вот какие-то травмы такие медицинские потом я не знаю ключицу например при родах сломали ребенку и вот это вот как-то может бы там давит там на легкие либо еще что-то вот с этим работаем то есть как это обращение такое что знаете мануальному мануальные какие-то вот врачи костоправы что-то здесь тоже такое вот проходит какие еще способности своей раскрываете потужу потужу жезлов желание жить это самое главное да то есть вот из того что вы встречаетесь такими серьезными достаточно ситуациями через это вы как будто бы для себя ищите какой-то вот знаете возможность но частенько по крайней мере над этим задумываетесь до чтобы научиться радоваться каким-то мелочам научиться радоваться вообще в жизни целом да то есть больше фокусироваться на моменте здесь и сейчас с одной стороны с другой стороны вот это вот ваше желание достичь каких-то высот да то есть вот амбициозность некая такая тоже у кого-то здесь присутствует я буду говорить поскольку это одна позиция сейчас я рассматриваю 2 тоже смотрю здесь очень много разных ситуаций да то есть может показаться одна но я вижу очень много разных моментов поэтому вам не нужно слушать ну и сказать что вот все прям мое да ну вот как будто бы мне из поля дают как-то точечную какую-то информацию для кого-то поэтому но для себя выбираете это подходит это не подходит то есть не надо вот все все на себя перетягивать здесь могут быть разные ситуации но мне показывают что эти сценарии они каким-то образом пересекаются да то есть как будто бы знаете вот один врач передает другому врачу своего пациента такое тоже может быть что еще кроме желания жить амбициозность я сказала карьера тоже происходит да у кого-то здесь например мне почему-то врачи здесь проходят но большей степени что-то в голову какая другая профессия не идет но вот здесь мужской врач вот все что связано с потенцией а именно мужской не женская мужской то есть по моему это урологи до называется я не знаю как все это по-русски называется дело но не суть то есть мужские врачи здесь все что связано с мужской потенции да то есть это как рождение детей да то есть люди не могут забеременеть женщину не может родить ребенка да это вот как-то вот связано даже не женщины а больше как-то с мужчиной поэтому желание жизнь какие способности как-то знаете мотивировать людей но не словесно вот знаете что прям воодушевился человек и пошел а вот здесь вот какая-то вот поддержка знаете вот как импульс ощущение того что вы даете некий такой импульс на какую-то вот идея можете давать и в дальнейшем чтобы люди это запускали однозначно потребность в расслаблении потребность здесь нужно научиться сразу хочу сказать не про какую способность раскрывается а здесь нужно научиться сбрасывать стресс здесь ситуации очень такие достаточно стрессовая потому что они связаны с человеческими душами да человеческими проблемами вот как я уже сказала гуманитар поэтому здесь нужно научиться сбрасывать стрессовую какую-то ситуацию какие еще способности ну все что связано с с удачей да вот расслабление это как разки вот контексте удачи до доверия когда мы доверяем да и вот казалось бы такая сложная кризисная ситуация и ну как-то вот сложно поверить в себя в то что вот все будет так как-то на позитиве вот но именно в такие моменты вы понимаете что когда вы в расслабленном состоянии до однозначно к вам приходит финансы это вот контексте кому интересно да почему правильно ли я выбрал свою работу потому что да она вроде бы не приносит удовлетворение психическое психологическое какое-то а финансов нет так вот здесь финансы завязаны как разки на вашем психологическом состоянии когда вы переживаете это вы начинаете сомневаться от вас уходят деньги и первое что вы сразу это понимаете по здоровью по колесу фортуны всегда уроки проходят в первую очередь по здоровью вторая очередь по финансам то есть здесь межличностные отношения вообще никаким образом не затрагивают так посмотрели какие способности до раскрывается как вы используете ну как вы используете используйте то есть работая с клиентом если вы человек осознанно вы сможете замечать через своих клиентов через своих пациентов что вы прорабатываете что-то свое личное то есть то что вас волнует на такое ощущение что вот когда психо каждого психолога до психотерапевта есть свой мастер психолог вот здесь как будто бы тогда то есть какой-то степени это тоже своего рода терапия хорошо какие бы вы хотели в общем то есть первый вопрос был какие способности вы раскрываете используете своей профессии я рассказал да а какие хотели бы раскрывать способности да и использовать ну во первых ощущение того что знаете вот прям такое нечто глобальное причем с одной стороны знаете такое серьезная весомая какая-то способность может быть даже предвидение да как-то вот иметь здесь даже не про способность а здесь про влияние на людей какой-то степени потому что суд он говорит о том чтобы вы как-то знаете даже не лечили людей а возможно показывали им всю картину знаете вот как как бог да причинно-следственная связь сразу все видно да вот я показал человеку и у человека сразу произошло какое-то вот осознание да то есть человек как будто бы я не знаю вырос на как-то вот жизнь свою изменил здесь вам хотелось бы исцелять возможно у вас есть такие пациенты когда ну либо клиенты которые ну вы не видите их результата потому что либо ситуация такая да ну то есть вы не учитываете фактор желание вашего клиента то есть иногда бывает так что сам клиент тоже не желает как-то исцелиться да не желает получить какого-то результата и вот вы слишком ответственно к этому подходите вы хотели бы здесь может быть ваша профессия связана с какой-то частью до фрагментарностью ну например там вот до операционный период а или бы там я наблюдаю за пациентом ну например если хирург тут только прооперировал и все то есть дальнейшее потом его развитие да я не наблюдаю то есть я его передаю лечащему врачу но это примерно то есть какие-то вот фрагменты то есть частично я с ним работаю а здесь вот ощущение того по высшему суду что вы хотели бы знаете вот взять от начала и до конца проводить человека и видеть его результат потому что здесь получается так что может быть вначале вы как-то включаетесь но либо где-то в середине а уже когда надо сливки собирать с работы клиента вы как будто бы этого не видите что еще да какие еще вы хотели бы в себе качество развить но здесь вот может быть умение заниматься регрессом да то есть видите вот как-то прошлое воплощение как свои так и своих клиентов до помогать что еще по высшему суду здесь вот идет какое-то знаете перри перерождение сжигание чего-то прошлого что ли ну то здесь как-то связано с прошлым но однозначно здесь вот умение влиять до быть как-то вот справедливым что ли то ли вашей профессии здесь есть качество которые вы не можете своей профессии проявлять то есть вы не можете доводить до конца дела вы не можете видеть как будто бы полный результат ну то есть нужно какое-то время до своей работы вы очень сильный такой трудоголик вам это нравится вот но здесь как будто бы еще справедливость вот знаете иногда хочется быть справедливым но ты понимаешь что вот я не могу сейчас ну то есть я не тот человек который будет допустим решается другого человека здесь вот все что связано с справедливостью тоже такой вот так здесь ценности у вас очень такие высокие стандарты на ценности какие еще способности вы хотели бы раскрывать ну во первых я бы сказала больше иметь своем окружении людей которые вас понимают да вы по тройке кубка будет кубков хотелось бы такой знаете вот дружбы что ли легкости какой-то вот поверхности но здесь скорее всего это не связано со способности это связано что ваша атмосфера на работе вы хотели бы чтобы она была легче проще что ли чтобы люди как-то вот ну были добрее были более радостные может быть слишком вот серьезно и знаете вот когда например я не знаю судах работают люди то есть за каждое слово ты несешь какую-то ответственность надо быть очень аккуратным и внимательным а хочется просто пришел повеселился почему потому что здесь вы как будто бы с оглядкой да назад вот я что-то скажу я могу лишиться своей работы то есть здесь вот возможно какая-то ответственность этим связано то есть я не могу сказать что здесь какие-то способности вы хотели бы себе раскрыть ну вот больше легкого отношения скорее всего больше радости вы очень теряете но как-то близко к сердцу принимаете я же говорю что ваша способность то к чему вы должны прийти по тройке мечей это эмпатия да то есть сопереживать прощение на с другими людьми и так далее и вот вы слишком включаетесь как-то своих клиентов и иногда бывает так что вот это вот утрата она может быть кто-то здесь в реанимации работает карта мне напрямую это не говорят но у меня идет вот такое вы знаете вот ощущение с поля я считываю да что утрата да то есть я прикладывал усилие я потеряла этого клиента да и вот в эти моменты ну когда смерть очень близко здесь опять-таки не показывается карта но я это так чувствую вы когда смерть очень близко вы в эти моменты начинаете ценить жизнь и вот это очень болезненно для вас да как то так происходит чем был продиктован ранее выбор вашей профессии до той которой вы занимаетесь семьей семьей влияние семьи так смотрите чем было ранее ну во-первых вас тянуло вас тянуло вас тянуло это не был случайный такой выбор да ну то есть вам тянула и вас тянула вам это нравилось вам придавало это некую такую энергию силу уверенность вы на самом деле знаете такой человек может быть с мягким сердцем такой достаточно очень теплый но вы волевая личность да я не могу сказать что от вас такой знаете мягкий человек там подкаблучник либо еще что-то такое вот мягкая нет у вас есть свой стержень у вас есть свои понимания свои принципы вы такой достаточно ну волевой сильный дисциплинированный человеку и очень позитивный да хотя вот видимо она профессия ваша такая достаточно серьезный так вот ранее был продикте продиктован ваш выбор этой профессии с одной стороны либо ваша семья здесь есть влияние какого-то человека на вас да то есть возможно я не знаю по молодости школу закончили там и у вас были отношения и допустим он или она говорят вот я пойду в этот институт пойдем со мной на было вот как-то вот пошли туда и возможно ваш партнер даже потом пошел другим путем может быть даже бросила вот вы остались вот здесь как-то так даже выбор был ли осознан ваш выбор вам это нравилось вам это вас это наполняло вы искали какую-то знаете некую гармонию на некое такое спокойствие спокойствие с стороны с другой стороны эта работа она для вас была такая стабильная то есть не был была стабильность там нету развития как такового но есть вот это вот знаете обычно госслужащие да такие вот ну по крайней мере у нас за границей то есть когда ты работаешь участнику у тебя всегда есть вот этот вот страх что тебя но могут уволить сюда и ты можешь остаться без работы а вот когда ты работаешь на государственной службе то это вот как будто знаете какая-то гарантия что ли безопасность то есть вот здесь это было связано как-то с безопасностью это было связано с влиянием другого человека дали бы ваши гармоничные отношения внутри вас как-то вот вы верили это вас наполняло да вас были какие-то вот идеи на этот счет с одной стороны с другой стороны вы когда хотели просто может быть неосознанно даже проработать себя как-то свои страхи например если работа касается там мчс до пожарников например то вот я если парень я например такой ну слабака вот пойду туда там будет физические нагрузки там там я смогу проявить свою мускулинность да там я смогу проявить какие-то свои качества добрость храбрость доблесть вот что-то такое да то есть вот какие-то военные до моменты то есть я могу стать как-то больше увереннее как здесь вот такие моменты были то есть появилась новая профессия да здесь у нас что-то связано с военными так что вам дает ваша профессия сейчас есть какие-то надежды да что вам дает принципе в принципе знаете здесь какая-то такая двоякость там с с одной стороны ощущение того что он то ли я занимаюсь своим предназначением здесь вот вопрос предназначения да в контексте профессии то есть я то ли я занимаюсь своим делом да есть какие-то надежды идеи может быть проскальзывают но это все как будто бы очень в далеком будущем и нереально как-то вот реализоваться ну я не знаю например есть какой-то проект и вы понимаете что но не хватает допустим у меня столько финансов хочу построить какую-то клинику я четко понимаю что и я не смогу взять там долг или там еще меценаты конечно не помогут да но вот это вот желание идея она кому-то бы присутствует но она сложно реализовано реализуемое да то есть вы вы хотите это вы надеетесь вот но может быть какой-то проект там что-то не получается может быть повышение по службе да и ну не получается то есть с одной стороны есть вот эта вот надежда вера в нечто больше лучше чистое а с другой стороны по четверке мечей по пажу жезлов нам здесь говорится о том что ну четверка мечей ну я устал я устал я уже как-то ощущение того что знаете вера умирает последний так вот здесь вы вроде бы умерли а вера еще осталось до в этой профессии но мне больше знаете как-то вот на выгорание похоже что нету какого-то реализации своих каких-то желания здесь вот нужно действительно просто пересмотреть что вы ожидаете ну то есть на реальность посмотреть потому что не реальность немножко другая что что еще он дает ваша профессия ну знаете я бы сказала неуверенность как таковую да может быть это опять таки на данный момент а может быть немножко затянувшаяся такая ситуация то есть это не 1 месяца да вот но она как будто бы не развивается здесь нету развития вот но помните я говорила выше что вы выбирали эту профессию как раз ки за стабильный что там не будет развития так вот что вам дает сейчас позитивный момент это есть какие-то новые новизна присутствует да но она в малой такой степени например из-за того что вот там есть на клиенты пациенты меняются и каждый раз вы общаетесь с новыми людьми да вот это вот новизна может быть что вам дает какие-то ну во первых вы можете здесь свои страхи прорабатывать касательно первого шага да то есть у вас есть вот страх сделать первый шаг да пойти в что-то новое здесь вот это вы можете прорабатывать то есть как-то я не знаю может быть постоянно ваши коллеги повышает квалификацию и вот вам как говорится в спину подталкивают вас да и вам приходится идти двигаться то есть когда уже нету сил вы все равно двигаетесь то здесь развитие есть но она такое знаете вот прям черепашья семимильным хотел сказать семимильными шагами нет она такая достаточно черепашья неуверенность есть игра присутствует вашей профессии что он дает какой-то знаете задор иногда бывает такой момент но это очень быстро знаете как вспышка она появляется исчезает вот но некая игра некая авантюра вот проходит мне ощущение того что вот в раскладе кроме того что великие арканы выпадают присутствует очень много такой как она называется энергии воздуха и воды да то есть эмоции и мыслительного процесса и не хватает педакли то есть реальности с одной стороны с другой стороны не хватает вот энергии огня не хватает адреналина вам реально не хватает адреналина поэтому сразу могу сказать что если вы в своей профессии добавить адреналин да это вот ну это вам поможет что хотелось бы получить от профессии в общем ну что-то новое что-то новое потому что какое-то вот уныние упадческое состояние да вы не видите что хотелось бы получить от профессии пока ничего пока вы не понимаете да для себя знаете здесь ощущение того что хотелось бы чтобы было как раньше да как кого зажигала как вот вы ну точно здесь выгорание происходит как это было раньше как вас наполняло да как вы это все хотели сейчас по четверке кубков такая вот она к некое безразличие да то есть ничего уже не хочу не хочу чтобы ничего давали просто хочу чтобы не оставили в покое потому что как-то вот вас подкосило здесь по верховной жрицы верховной жрицы у нас в позитиве она говорит как раз таки о том что она помогает другим людям да она их понимает и вот здесь вот это вы знаете чрезмерное понимание она у вас достала дат когда вы понимаете ощущение того что блин меня я я понимаю всегда я как-то могу помочь другим но вы это делаете уже на своих собственных ресурсах да то есть не то что вы прокачиваете энергию то есть вы берете энергию свыше да и вот просто как некий такой канал пропускаете через себя и отдаете вы уже истощены настолько что вы работаете на своей силе а ваша собственная сила то есть это не какие-то космические энергии то здесь все так заблокировано внутри вас что вы работаете на своем внутреннем ресурсе который ну во первых это выглядит сразу на внешности отзывается да то есть обратите внимание на свою кожу она как-то померкла да какая-то вот темная нету гибкости нету свежести вот что-то такое глаза потускнели какая-то вот внутренняя знаете иногда даже проходит агрессия но это связано просто с усталостью как-то здесь ощущение того что вот вас хроническая уже усталость на что вот вам здесь не про то что вам нужно отдохнуть физически а здесь вам действительно как-то надо перезагрузиться вот во первую очередь нужно переразить переродиться так какую потребность вы хотите покрывать в своей профессии который вы сейчас находитесь удовольствие удовольствие вот для вас это вот главное с одной стороны с другой стороны общение коммуникация с другими людьми постоянное обновление до постоянное желание куда-то двигаться вперед узнавать что-то новое может быть какое-то вот передвижение масштабность да вот вам хотелось бы какой-то вот масштабности глобальности понимания того что вот вы как-то нужны значимой и вот эту вот значимость надо как-то масштабировать ну то есть допустим если раньше вы выступали там у вас была аудитория там я не знаю 50 человек то сейчас вас уже хочется чтобы было тысяча то есть вам вам важно видеть какой-то рост с одной стороны а с другой стороны чтобы было вот это вот постоянное удовлетворение наполнение но здесь ощущение того что внутри вы обесточены то что я и говорила ранее а поэтому по девятке кубков это всегда достаточно эгоистичное удовлетворение то есть я сам себя хочу да не важно за счет другого за счет кого-либо то есть мне не хватает это как глоток свежего воздуха да то есть мне не хватает кислорода и мне все равно этот кислород я лишу другого человека чтобы себе наполнить да либо какая-то там вспомогательная машина мне поможет потому что я хочу выжить да то есть здесь срабатывает инстинкт выживания поэтому вам ну действительно не хватает этих кубок причем это не один и не два изначально у нас было три кубка которые вы хотели а сейчас вы пришли к тому что вам не хватает девять кубков да вы хотите покрыть а какую покрываете по факту то есть он не хватает а по факту а по факту какую потребность вы покрываете а по факту по дьяволу по дьяволу здесь может быть все что угодно но однозначно коль мы вначале говорили какой-то значимость то есть знаете вам хочется как-то больше человечности что ли а получается что вам приходится одевать какую-то маску да и вы получаете ну например там главврач да у него есть там статус у него есть власть у него есть авторитет но при этом но это вот такая как это организационные моменты на здесь проигрываются а вот по-настоящему как-то вкладываться в человека здесь не получается поэтому по дьяволу здесь может проходить очень много аспектов какой вы покрываете это может быть и власть это может быть сила это может быть ну про финансы не скажу потому что здесь я не вижу чтобы был какой-то вот финансовое изобилие удовлетворение от этого покрываете возможно ну постоянно чему-то новому обучаетесь да то есть смотрите хотели бы какую потребность покрыть по аркану мира да то есть масштабировать глобализировать вот а покрываете всего лишь шестерку же шестерку мечей то есть малый аркан да то есть малую часть того что вы хотите очень мало да когда вы идете то есть возможно дает вам какое-то обучение но это вот в рамках только вашего предприятия а не то что вот как-то можно было бы обмениваться да с коллегами например за границей как-то нет здесь вот например в рамках там там одной компании да то есть ухожу от главной иду к дочерней ну вот в таких рамках вот смотрите хотите девятку кубков да а получаете пажа ну то есть девятка это девять кубков из десяти а паша это некое такое только начало здесь вы намного меньше получаете чем хотели бы и этого и финансов в первую очередь да здесь вот как будто бы получает удовлетворение только ваше эго до через признание вот какое-то признание это это признание понимаете это другими людьми вас но вы это уже переросли вам этого не хочется какой профессии я смогу раскрыться полностью как личность какой профессии смотрю сколько времени прошло так и предполагала что будет много какой профессии вы сможете раскрыться ну смотрите на самом деле здесь нету какого-то такой профессии которая могла бы на вас повлиять глобально потому что это малые арканы это невеликие профессия в принципе то что вы и делаете сейчас но если говорить аналогичные какие-то да то например по рыцарю кубков это все что связано с какими-то задушевными беседами это все что связано с такой легкой эмоциональной окраской некой такой вот влюбленностью да где присутствует некий такой флерт но в данном случае это вот с душой но это очень мелко на то есть у вас выходила луна и выходил повешенной то есть великие арканы а вы смогли бы раскрыться то есть там где можно поговорить по душам там где можно как-то знаете вот легко воодушевить возможно человека до не вовлекаться очень сильно в его ситуацию вот здесь вот ключевое почему вы гораете потому что вы включаетесь а включаетесь потому что это ну условно говоря хочется сказать ваш урок то есть иначе вы не выработаете вот эту вот эмпатию сопереживание прощения ну то есть здесь достаточно такой серьезный урок поэтому что еще вы сможете сделать там где есть обучение вот для вас обучение это важно да там где есть знаете вот какая-то движуха суета что ли почему потому что я еще расскажу ваша профессия она действительно серьезная она нуждается в некой ответственности а по двойке пендакли это вот какая-то знаете суета да люди куда-то спешат что-то делают вот вам активности я же говорю огня не хватает активности то есть там где вы можете обучаться причем это будет так достаточно поверхностно где бы вы не включались но опять таки я не буду отвечать на вопрос правильно ли вы выбрали свою профессию или нет я в принципе ну достаточно глубоко здесь мы проанализировали но имейте ввиду что в какой профессии я смогу раскрыться полностью как личность в той в которой вы уже находитесь вы можете раскрыться только здесь вопрос том что сейчас вы это делаете достаточно глубоко а вам хотелось бы ну то есть необходимо сделать более так ну поверхностно да то есть проживать переживать эмоции других людей но не включаться в них да обучаться но опять таки получать какую-то новую информацию но смотрите будьте внимательны чтобы вас эта информация не грузила как таковая то есть на не надо ну вот получили быстро быстро применить на практике чтобы разгрузилась это все да чтобы это не не копилось и не хватает вот какого-то больше движения слишком бы тяжеловесные и вот давайте вот еще несколько карт на сценарии какие сценарии свои вы прорабатываете на этой работе где вы работаете огроменный расклад ну ладно какие сценарии срыв да во первых вы обучаетесь на этой профессии контролировать свои эмоции именно контролировать в контексте понимания какие мысли запускают вот эти вот мои эмоции и как я могу ну вот управлять управлять собой почему вот это выгорание у вас происходит потому что смотри с одной стороны у вас урок с этим связан да с тем что вы должны быть эмпатичны должны включаться а с другой стороны вы по этому поводу не должны переживать да то есть поэтому здесь вы обучаетесь каким-то эмоциональным срывом закрываетесь от от нужды других людей да понимаете вот вам приходят например люди говорят там доктор спаси но я знаю там батюшка спасибо но нет денег но операции нужно и вот это вот вас очень сильно ранит и вы как будто бы эмоционально абстрагируетесь от этого да потому что ну блин я же не благотворитель street я же не за свой счет это буду делать да у меня тоже нет таких возможностей а с другой стороны вы не можете остаться невовлеченным до без эмоциональном таким потому что ну рот вашей деятельности вот такой здесь вот вы прорабатываете свою нужду и вы как будто бы через эти сценарии здесь не в том что вам не надо помогать а вы должны через эти сценарии увидят что вы на самом деле нуждающийся человек да то есть в первую очередь вот эти вот сценария они учат вас быть наполненным колесо фортуны то что я говорила ранее это человек удачник по жизни да то есть вы родились удачным человеком когда вы включаетесь эмоционально еще раз говорю здесь проработка очень хорошо эмоции то есть вот уровень такой достаточно высокий когда вы включаетесь эмоционально вы начинаете сразу терять на как в деньгах так и в профессии и в здоровье поэтому первично вы должны научиться быть не нуждающимся я не имею ввиду финансовая имею ввиду ваше внутреннее состояние умение выстраивания праве на границу менее не включаться в людей до прорабатывать в себе вот эти вот моменты ну и лукавство да то есть здесь вот этот сценарий обман потому что иногда люди хотят перекладывать ответственности что в принципе они делают а вы чрезмерно ответственный человек но где-то внутри вас есть вот этот вот путь да вот это вот лукавство обман самого себя а что типа мне так хорошо да то есть мне денег хватает мне и всего хватает нет вам не хватает далеко не хватает потому что мы видели да мы хотим девятки кубков а получаем только лишь тройку кубков но очень мало всего что вы получаете в этом и есть обман то есть вам работа она показывает как вы можете измениться до что вы можете сделать для себя чтобы вы были наполнены в первую очередь чтобы вам это приносило удовлетворение вот на эти удовольствия на эти состояния у вас будет подниматься и финансы ваши еще расскажу прямом в напрямую в раскладе нету финансовых вопросов они не затрагиваются для вас больше экзистенциальные какие-то вопросы важны но по текст этого присутствует срыв чем вы должны проработать ну вот как раз таки тем что я говорила ранее по ту же у жезлов это вот рай на земле да то есть находить удовольствие в каждой в каких-то мелочах до научиться тогда вы не будете срываться то есть вы не копите в себе вот умеете сбрасывать вот это вот все эмоциональное напряжение и оно должно быть через понимание каких-то маленьких вещей да то есть вот я радуюсь там я не знаю элементарно какой-то еде да поел получил удовольствие каким-то мелочам до позволить себе там я не знаю если вам нравится стоять под холодным душем либо наполнить ванну либо просто принять какой-то вот массаж расслабиться вечером посидеть в тишине там ну какой-нибудь там я не знаю музыку расслабляющую сюда и там если вы принимать ну пьете то хотя бы бокальчик вина для расслабления то есть вот какие-то такие мелочи да позволить себе просто прогуляться да не торопиться на работа встать пораньше ну то есть вот что-то такое такие вещи рай на земле вам поможет да то есть акцент делать не не разделение где вы дробите себя как я личность и другие до роли проигрывают где есть дробление а именно на единение то есть увидеть объединение единение всего со всеми то есть это не другой человек а он такой же как и я да то есть вот что общего искать больше акцент делать на общее они на разницу нужда ваша предназначение когда вы начнете действительно осознаете да что вы делаете в первую очередь вы делаете это для себя в чем ваше предназначение не в контексте других людей а в контексте самого себя что вы должны сделать для себя тогда вы перестанете закрываться от нужд других людей почему потому что вы придете как раз таки к этой наполненности изобилию которые есть внутри вас и тогда ну не понимаете вы не будете помогать другим людям своими собственными ресурсами через вас буду давать другим людям для абсолютно другие энергии и здесь нет усталости но и обман чем вы прорабатываете приятный сюрприз да то есть делайте себе какие-то приятные сюрпризы да радуйтесь радуйте служение вот понимаете как не крути и не верти а вот служение это ваше да вот то что изначально я сказала по паркану повешенному до лишение себя чего-то да и вы понимаете что любое лишение тем более по аркану повешенной это один из двух арканов великих арканов связаны непосредственно с инициации так вот здесь как раз таки он и говорит о том что любое лишение она не может быть безболезненным но здесь мы принимаем этот вызов судьбы да то есть я понимаю что через боль через страдания я пройду это но я понимаю и ценность того что я получу да поэтому вот эти все страдания боли которые вы проходите одно дело когда вы проходите через некое такое повиновение до судьбы ну то есть не судьба дала я иду по этому пути другое дело когда у вас есть более высокий уровень а он у вас присутствует осознание понимание что вот вот эти вот все служения с одной стороны это причин это следствие до моих причин что я сеяла с другой стороны я понимаю что ну когда я становлюсь то есть во имя чего вы это все делаете да то есть вас должна быть какая-то большая цель ваша лично непоколебимая потому что например если врачи ты понимаешь что вот в моем глобальная цель да это вот здесь я реаниматор например да спасать людей жизнь людей все и неважно там я в отпуск либо еще кто-то меня позвали я пришел либо там гинеколог да я должен ну принимать роды и неважно то есть у меня нету личной жизни да потому что я лишаюсь вот своей личной жизни там отпуска выходных еще что тогда для чего потому что она не может женщина ждать если у нее начались роды пока я там значит с отпуска приду либо пока этом я не знаю в ресторан свожу на какую-то встречу любимого человека вот и потом приду здесь вот служение она в этом и заключается то есть вы осознанно это дело это ваш выбор это не наказание а выбор здесь вот в этом вопрос вам здесь это надо пересмотреть все что вы делаете это действительно для вас наказание если наказание бросайте это идите заниматься чем-то другим но если вы за этим скрывается что-то другое но вы просто устали а вы у вас есть выгорание то здесь следует действительно но пойти к специалисту посмотреть чем это связано как вы это можете исправить напомниться и только после этого снова приступать той деятельности которой вы занимались вот такая вот у меня была первая позиция вот эти вот так она я оставлю и повешенного да как первая позиция остальные соберу потому что они могут не пригодится во втором раскладе позиция номер два голубенькие камешек и давайте приступим двоечкам открыла немножко снарезка что-то светлее было чтобы лампу не включать так первый вопрос чем вы занимаетесь так надеюсь меня слышно да это что я сегодня тихо говорю но все равно чем вы занимаетесь ладно вот собрала карты да вроде бы помешала первая карта выпала луна тоже что и в первые позиции интересный очень момент да хотя я помешала колоду чем вы занимаетесь по первой позиции хочется сказать знаете иллюзионист хотя кто-то может быть и да смотрите какие профессии здесь могут проходить все что связано с пиаром все что связано с продвижением все что связано с созданием какой-то вот то знаете картины иллюзии да то есть это могут быть фотографы это могут быть и люди которые создают картинку не не реальную то есть приукрашивает то есть вы можете там заниматься например красотой мир красоты мир сказок то есть кто-то может быть писать до сказки кто-то может быть наоборот рассказывать да скоро 100 100 retelling и то есть здесь я не буду говорить о практиках здесь мне не идет а здесь вы знаете вот мир а сам обмана как-то это может быть связано что-то с ночью кто-то работает ночью я не могу предположить вот почему-то мысль такая пошла до ночи обычно почему-то у меня ассоциация была с проституцией до ночью работать вот но в принципе для меня это нет ни какой-то профессии до осуждаемый вот но все же все что может касаться например практика нлп где есть обман то есть манипуляция как таковая все что связано знаете с измененным состоянием то есть здесь могут проходить мастера которые работают здесь не медитация сразу скажу если что связано может быть с астральным планом если мы говорим о практиках все что связано почему-то с в аптеке с фармацевтикой то есть какое-то вот опьяненное состояние да может кто-то просто элементарно работает в магазине продавщицы где продают там алкоголь вот то есть здесь все что затмевает разум по собственному желанию либо по своей природе кто-то продает духе то есть если мы говорим о продавцах то здесь вот эти вот запахи маняющие дурбанище и да такое может быть мне кажется камера моя криво стоит я же не успокоюсь пока это все ровно не будет так с чем еще связано ваша профессия кого-то собаками да кто таким кинологом работает связано может быть даже с детьми да здесь песни творчество тоже такое может быть это связано как-то с развитием все зеркало мне говорят зеркало что может быть она зеркалами но если это допустим магия да там все что связано зеркалами но если не магия то здесь вот все что связано с детьми папа причем тут папа не знаю то есть здесь мне вот папа показывает я не знаю о чем это так обучение это обучение это все что связано с ценностями знаете здесь какая-то энергия такая обволакивающая она не не позитивная такая знаете вот хитросплетенная такая вот здесь здесь могут знаете если вы работаете например практикам сразу скажу вы работаете как будто бы с какими-то опасными энергиями таким то есть вам нужно быть самому очень сильно прокачанным чтобы не вляпаться в какую-то там ситуацию да потому что здесь вот такое неприятное скользкое проходит и вам нужно быть все время на чеку так а с детьми я сказала с творчеством с рисунками нейрографика все что детском саду кто-то работает да кто-то за детьми смотрят кто-то обучает детей ну то есть не учитель нет а знаете вот когда репетитор вот репетиторство да здесь тоже проходит кто-то работает как он называется не брокер все что связано с деньгами на биржах а биткойны тоже кто-то здесь занимается здесь биткойнами и отмывание денег тоже такое может быть как вариант и риэлторы не знаю каким макаром здесь и риэлторы но это вот уже информация с полем не идет хорошо вот такие профессии ну в принципе достаточно да то есть и они отличаются от первой позиции но и иначе смысл так какие способности вы раскрываете или используете в своей профессии какие какие способности раскрываете либо используете но хочется сказать зажиточный да во первых здесь связано с деньгами каким-то образом как напрямую так и в переносном смысле переносный смысл финансов это ценности поэтому какие способности раскрываете умение зарабатывать мне хочется сказать знаете здесь как будто бы умение взаимодействовать с одной стороны с разумностью с другой стороны как-то с материи типа одухотворения материи то если взять более практично да то есть с одной стороны вы как будто бы раскрываете свои способности накопительство сбережения способности дающие вам какую-то вот стабильность уверенность да здесь вот например в своей работе если это как-то связано то что я говорил с биржей да то есть умение с одной стороны как хитро хитро вкладывать деньги в банках кто-то работает здесь тоже такой есть собака я извиняюсь скажешь сама который поход гавкой какие еще способности способности уметь вскрывать до вскрывать вот эти вот хитрости какие-то обманы вести переговоры вы это умеете выстраивание каких-то границ по девятки пендакли здесь приобретение какого-то опыта да то есть вот способности именно не то чтобы через обучение сейчас я просто не могу связать четверку педакли и девятку педакли то есть какая-то связь я не могу понять между ними то есть интуитивно стараясь сейчас прочитать потому что между ними стоит туз мечей то есть принятие какого-то решения на то есть умение вскрывать такая холодная энергия она в принципе как и земная тоже холодная но они противоборствующие энергии они между собой как-то вот не не состыковываются а вы еще можете скрывать какие-то знаете вот материальные пороки других людей то есть знаете как то вот если какая-то хитрость то есть ну жадину например к вам если вы адвокаты либо юрист вам пришел человек и вы увидели к допустим как кого-то развели на деньги да вот здесь что-то такое то есть но не на не в плане того что его нужно пожалеть а в плане того что человек был жаден и вот как будто бы какое-то наказание ему за это прилетело до за его жадность и вот как-то это к вам имеет какое-то отношение о чем еще четверка педакли а здесь коммуникационные навыки у вас проходят и поэтому я сказала нлп такая вот ну манипуляции хитрости умение отстаивать свое убеждение до умения отстаивать как-то свои границы вот здесь вот с этим связано то есть вы это все раскрываете в своей профессии кто-то знаете выдает я даю в долг то например там ну 4 рубля а возьму 6 то есть как-то вот под проценты здесь построение каких-то заведений тоже может быть не случайно я сказала риэльтор риэлторы то есть строители до что-то вот строится и надо договориться со всеми подрядчиками все просчитать и вот ощущение того что ну вы не командный игрок да вы самостоятельно здесь играете здесь нету команды вы сам себе хозяин хорошо какие способности вы хотели бы чтобы вам профессия открыла то есть здесь вам приходится очень много думать очень много просчитывать чтобы не потерять у вас есть что терять в профессии какие хотели бы да там вопрос был какие хотели бы качество ну во первых поменьше ответственности да во вторых побольше какого-то передвижения доброты честности какой-то вот хотелось бы активности до активности вот некой такой импульсивности на потому что ну раскрепощенности вот так давайте скажу то хочется быть более раскрепощенным делать все что я хочу как я хочу не при этом не нести ответственность за какие-то свои последствия потому что она видимо слишком высокая у вас ответственность поменьше требований до чтобы было от вас потому что по десятке жезлов здесь как-то тяжело до много работы выполняю потому что у вас нету команды вот все все вы делаете сами на себе хотелось бы знаете чтобы вот кому-то у вас больше выбора было до что я могу делать как и вот ощущение того что есть какие-то ограничения есть какие-то рамки вот в этой стабильности до ваши и некая такая закостенелость поэтому хочется больше огонька хочется больше азарта легкости хочется ну вот побольше как будто бы возможности до что вот я могу выбирать потому что здесь это ощущение такое что знаете конкретно есть какие-то правила устоявшиеся да и надо им соответствовать то есть ты вот это делаешь вот это делаешь вот это то есть шаг лево шаг право расстрел да то есть нельзя ну вот что то такое да здесь вот прям конкретно хотелось бы больше делегировать каких-то ответственность других другим людям да и вот больше как-то заниматься собой 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 не в плане там размышлений нет а в плане того что вот больше мне кажется вам хочется как-то вот передвигаться быть в разных местах и больше азарта а вот какой-то к знаете вот веселья веселья хочется в каких-то моментах вам сложно принять какое-то решение потому что ну вот вот это вот все просчитать надо да и не ошибиться и из другой стороны и других там не обидите еще что то ну то есть очень много головой думаете чем был продиктован ранее выбор вашей работы желанием вашим собственным желанием знаете каким взаимодействовать с людьми то здесь как будто бы справедливость да с одной стороны вот почему-то она у вас это присутствует вот с другой стороны желанием как-то помогать людям да и здесь у кого-то может быть вынужденной какая-то ситуация знаете вот как будто бы какая-то детская такая травма может быть там я не знаю отобрали в детстве дом в котором вы жили вот вы всю жизнь допустим жили на съемной кровати на и кровати тоже квартире и вот это вот желание я стану независимым и допустим ну я буду помогать потому что здесь вот ощущение знаете когда люди берут ипотеку выплачивают и там остается совсем немножко они лишаются работы вот как-то ему не могут выплатить у них забирают квартиру дом и вот как будто вот за них вы хотите заступиться до за тех что по ощущению того что как-то несправедливая человек остался там без работы по какой-то не то что его уволили а там я не знаю травма была какая-то да там и он становится не способна выплачивать и не хватает там например пенсии за то чтобы выплатить в этом условно говоря вины напрямую нет вот как-то обездоленных до защищать вот здесь вот какая-то такая то есть ваша нужна по сути либо травма назвать ее как хотите вот она как будто бы явилась определяющим вашем выборе да но здесь может быть как напрямую вы лишились какого-то здания помещения либо какая-то вот разрушительная ситуация была которая повлияла это может быть даже опыт вашего папы да как-то повлиял на вас на этот выбор ну то есть ним что-то произошло и вот то есть как будто бы деньги отобрали что ли вот отжали отобрали вот вы стали нуждающимся человеком вот этот вот нужда она как-то разрушил ваши шаблоны вот так был продиктован ваш выбора профессии что вам дает ваша профессия сейчас знание однозначно знание нифига себе выпала верховная жрица и иерофант то есть знания как таковые очень глубокие знания о как как-то вот взаимодействие сказать с правдой с истиной что-то здесь вот с обучением до связано с наставничеством что он дает профессия возможность возможность до передавать какие-то знания здесь вот ощущение того что вы как будто бы еще и разрушаете с одной стороны разрушаете иллюзии других людей а с другой стороны вы как будто вы даете им надежду до как-то вот мечтать ну например там если вы тренер какой-нибудь да либо коуч вот создание карты желаний да то есть давайте товарищи соберемся дадим карту желание будет вам добро вот что-то здесь в таком роде что еще дает вам ваша профессия возможность да для кого-то вот именно действительно возможность узнать какие-то сакральные знания очень глубокие знания вы это сделаете а потом передаете другим людям но здесь не из книжек взятые знания здесь из личного какого-то опыта да то есть у вас есть какие-то возможности либо какие-то способности которые позволяют вам видеть то что не видят другие люди знать то что не знают другие люди здесь вот как-то очень глубоко мечтать фантазировать что вам дает ваша профессия верить в то во что вы хотите понимаете вот вы как-то через свою профессию создаете свое мировоззнание того что вы верите хочется сказать с одной стороны я подумала о том что вот как-то молчать но может быть у кого-то так и связано как-то вот хранить какие-то тайны молчать хотя большей степени вы человек который передаете информацию здесь не про молчание не знаю как это связано может быть вы какие-то тайны скрываете то есть знаете как это детективы сыщики которые все ищут потом но узнает вот много знаю никому ничего не расскажу то есть как-то здесь такое я не понимаю в чем смысл то есть он странного очень много говорите передаете знания а с другой стороны может быть есть какая-то информация которая либо не надо передавать но она у вас есть но почему то вот надо молчать да вот что-то здесь про молчание то ли люди не доросли то ли мне не хочется говорить может быть какие-то этапы проходите и очень но уходи в какой-то вот аскезу молчания тайны и тишины и недоговаривания и потому что это как-то вот нужно это как-то влияет может быть практике как-то проводите какие-то с тишиной с людьми там собрались все и давайте помочь им побудем в тишине вот что-то такое погружение в себя может быть тоже такое как тоже некая тайна а что хотелось бы получать в профессии то есть понятно знание вы получаете знаете я не знаю как так выходит но для кого-то очень может быть важно вообще не работать получить семью потому что у меня выпадает десятка кубков здесь на этой карте изображена семья хотя для меня десятка кубков не является семейной картой второго но вот здесь просто в этой колоде она изображена и не не могу ее не сказать надо то есть вы хотите как будто бы получить семью и сразу нас император идет то есть если вы женщина как-то вот мужчина семью то есть ощущение что вы как будто бы не хотите какой-то вот душевности что ли заботы внимания вы как будто вы не хотите работать то есть чтобы вы хотели либо благодаря этой профессии либо благодаря этому занятию создать как-то семью либо вместе с семьей как-то развиваться да в этой профессии но как-то вместе допустим чтобы вы какой-то практик да и ваш мужчина да чтобы был каким-то практиком и вместе вы помогали людям каким-то образом если все таки мы не говорим о семье то что хотели бы получить наполнение эмоционального наполнения прямо на все десять кубков чтобы вас вот прям распирала прям вы воодушевлялись чтобы вот эти вот ваша душа как будто бы она ликовала она радовалась от того чем вы занимаетесь но при этом вот здесь вот император это все-таки такая личность достаточно холодная расчетливая и да она присутствует до ответственность какие-то рамки границы выстраиваются и опять-таки убеждение да то есть с одной стороны знаете может быть уважение какое-то по отношению к себе признание какого-то авторитета что я такой достаточно значимый авторитет для других людей но при этом здесь соединение двух энергий да то есть с одной стороны серьезности ответственности а с другой стороны вот такой эмоциональности наполненности но я говорю здесь вот вопрос духовного и материального он проходит поэтому ваши профессии вот как будто бы вот этот вот баланс между этими двумя направлениями но так или иначе будет потому что видимо вы такой человек да то есть одной стороны вот это вот ответственный да то есть мужские такие активные энергии и вам хочется даже вот по рыцарю жезлов то что мы говорили вам хочется их проявлять и мужские качества здесь у нас как раз и ответственности проходят особенно если вы женщина если мужчина то понятно с другой стороны все-таки в каких-то моментах хочется вот эту вот женственность проявить до вот этого чувствительность ранимость душевность и прям хочется хочется так а какую потребность вы хотите покрыть профессии какую потребность какую потребность вы покрываете профессии ну вверх смотрите здесь опять таки два очень важных аспекта проходит а с одной стороны это финансы как ни крути не верти то что десятка педагли это все что связано с стабильностью все что связано с комфортом и семьей да то есть вот соединить вы как-то хотите и парфи и профессию соединить и когда нам этот домашний подряд или как он там называется на какой-то вот семейный бизнес что ли какой потребность что была какая-то стабильность постоянство уют комфорта деньги чтобы было очень много денег причем на постоянной основе с другой стороны вы хотите по восьмерке жезлов чтобы было какое-то развитие да в своей профессии и при этом по тройке мечей вы не хотите чтобы вас как будто бы ранили что ли вот здесь вот какой-то боли вы не хотите здесь идут переживания здесь не боль здесь какая-то вот переживание вы понимаете вы же хотите кубки да вы же хотите десятки кубков наполненности чувствительности да но при этом вы не хотите что вот эта вот наполненность она обращалась вам как вот бумеранг да и приносила какие-то неприятные аспекты да то есть более расстройства переживаний ну то есть я хочу работать я хочу делать то что я делаю и при этом чтобы я не переживала да не переживала за эти деньги потому что здесь вот то ли деньги как-то ну тяжело идут вот деньги здесь идут по по этой позиции достаточно тяжело а хочется чтобы они просто были на постоянной основе я не могу сказать что они к вам по циклично приходит да они приходят но они вот прямо знаете со скрипом прям вот очень много надо работать нету легкость эти деньги они нелегкие не в контексте что они вам легко достаются вот в контексте что вот прям все скрипит вот тяжело 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 долго тяжело что-то такое какую потребность вы покрываете по факту то есть то что вы хотели да это понятно не переживать ими деньги развиваться а какую потребность вы покрываете по факту то есть хотели бы что-то такое мелкое все что связано с младшими арканами а покрываете по факту на самом деле выпадает один высший аркан старший аркан достаточно такого серьезный по факту по факту у вас выходит туз кубков туз кубков говорит о том что вот это вот знаете ощущение что я не одинок она присутствует да то есть вы покрываете эту потребность одиночество с другой стороны вы покрываете вот потребность до желания отдавать вот она у вас есть да это было связано к с вашим с выбором да то есть желание взаимодействовать желание помогает желание отдавать то есть вы своей профессии вам хочется денег и стабильности а вы отдаете получается одной стороны в первую очередь это вас наполняет да это придает вам какое-то вот удовольствие вы как будто бы знаете через это удовольствие самоутверждаетесь я не знаю как это можно описать то есть мне хорошо то что я делаю да это кайфово это классно и вот кто молодец я молодец то есть вот как-то тогда то есть я молодец я еще и самоутверждаюсь с другой стороны по аркану смерти у вас здесь проходит вы покрываете здесь свою какую-то вот внутреннюю потребность умение даже не потребность а способность умение вовремя ставить точку умение завершать какую-то ситуацию до оставлять ее позади умение оставлять прошлое позади и вот здесь вот прошлое это связано как-то с любовью то ли вы переключаетесь с темы отношения на работу и она вас вот вытаскивает как-то помогает то ли здесь вы оставляете в прошлом то что вас когда-то наполняла здесь вот знаете как-то со скрипом опять-таки идет развитие вы хотите этого развития но вы хотите как-то вот по легкости а у вас идет через трансформацию вас это идет тяжело также как и деньги через какие-то трансформации то есть вам приходит вам хочется знаете как ну я не знаю пошел там на одни какие-то курсы получился там тренинг там второе образование там еще что-то что-то связано с книжками у вас вместо этого происходит развитие через трансформации через какой-то опыт какие-то ситуации болезненные вашей жизни случается вам приходится искать какие-то силы ресурсы что-то делать с этим да там я не знаю расстался остался без отношений остался без работы то есть вы хотите налегке и быстро а у вас идет медленно но при этом как-то знаете более ну по поважнее по существеннее что ли потому что здесь идет трансформация здесь идут трансформации в вашем сознании вы хотите по уму а у вас здесь речь идет о сознании да безусловно хотели бы стабильности до постоянства да вы получаете только вы хотите десятки пендакли а получаете рыцаря пендакли прям вот очень-очень медленно самая медленная карта хорошо и последний вопрос какой профессии я смогу раскрыть полностью как личность давайте посмотрим в профессии в которой не нужно торопиться в профессии в которую очень важно знаете дорогая ложка к обеду да то есть очень вовремя все сказать очень вовремя все сделать вот у меня ощущение времени в вашей позиции она присутствует причем знаете вот какая-то точность должна была аккуратность это например если это какие-то например химики да какие-то химические процессы я говорила про духи и да то здесь вот прям вот конкретный процент надо влить 1 конкретный процент или другого чтобы вот не переборщить вот точность это вот ваша как это швейцарские часы да то есть все вручную работу все так скрипать кропотливо не торопиться очень важно и вот вам от этого тяжело да вы устали вы хотите что-то ну чтобы было какое-то движение видимо здесь у вас есть эти навыки просто вам нужно не торопиться умение выжидать знаете как этот говорят месть съедается да как холодный обед что-то там такое да то есть здесь вот вы умеете выжидать с другой стороны по королеве мечей вы сможете раскрыться во всех профессиях где нужна такая проницательность холодный разум вот именно холодный рассудок это ваша вы умеете просчитывать вы умеете все обдумывать вы умеете разговаривать с людьми к вам есть доверие к вам есть уважение и одновременно некий такой страх что вы очень колки на язык вы есть такие профессии когда знаете ну вы уже себе позволяете то что вы хотите да то есть не там когда вы зависимы от кого-то а вы уже себе можете позволить например на переговорах до сказать какое-то такое горяченькое словечко да и понимать что вам за это ничего не будет то есть вы так захотели потому что опять таки это было не ваша приехать а это было какой-то вот холодный такой расчет да допустим сказать что-то этим самым вызвать на эмоции другого человека на чтобы он сказал что-то лишнее да и проиграл вот какую-то сделку то есть здесь какие-то вот манипуляции должны проходить с другой стороны вы раскроетесь в тех профессиях где нету движения на где все так спокойно да вот вы как будто бы одни работаете знаете вот как целители до работают в принципе сами собой с энергиями там что-то такое потому что четверка мечей для меня это аркан смерти вот вы работаете знаете как-то вот через умирание какое-то когда что-то отсекается да вы сможете раскрыть свою личность там где здесь еще и аркан смерти у нас был да там где вы где что-то умирает да это может быть прямом смысле да как-то связано с со смертью кладбище все такое но я не имею ввиду практики я имею ввиду там есть на этом организация как-то похорон или как-то что-то в такое но что-то с похоронами связано вот скорее всего больше организационные какие-то моменты почему то что ну здесь не нужно включаться эмоционально с другой стороны вот именно отсекание прошлого да то что умерла то что вот гнило и вот ощущение знаете кто-то вот чистки если делает на когда что-то такое вот гнило и старая умершая ушло вот вы в этом в прямом в переносном смысле для себя отмечаете да вы с этим можете например кто-то может работать например на зоне да например женская зона если вы женщина потому что здесь королева мечей выпадает на женской зоне так как-то надсмотрщиком да то есть вот какая-то холодность она присутствует но это сильное ваше качество это не является методом защиты до того что мне причиняли много более теперь вот я вот такой вот холодная такая личность нет если не способ защиты не мета защита здесь это вот структура вашей личности да то есть она вам присущи и то что вы не можете быть эмоциональным человеком нет но вы понимаете что рассудок он выигрывает тем более если мы говорим в контексте профессии а не эмоциональность тем более вот луна у нас да это вот создание некой такой иллюзии да здесь продумывание пиара как я могу договориться доскипта с каким-то человеком либо как я выстрою вот эту вот картинку этот вот обман до что-то здесь такое давайте посмотрим все-таки какие негативные сценарии вы отыгрываете свои на работе и как можно заменить на позитивный вот все порушилось вы то что то и выпало выпало вот их мы и вытащим ну во-первых какие негативные сценарии первое это наперекор всем препятствиям да то есть вот добиваться чего-либо доказывать доказывать причем игра одного актера когда я сам что-то драматизирую либо когда я сам что-то придумываю а потом с этим и борюсь здесь ощущение того что кто-то возможно в прошлых жизнях был какой-то вот здесь мужская энергия воинственная знаете вот какого-то борца вам ощущение того что в этой жизни чтобы реализовать вот этот негативный сценарий вам нужна какая-то вот очень глобальная масштабная такая цель ради чего вы это будете делать знаете вот как феминистки например до отстаивают какую-то свою идею то во что они верят то есть вам вот это вот очень поможет если это как-то связано с вашей профессии да то здесь вот сценарий этот помогает за идею то есть борьба не просто так за идею да то есть вам этот вот например как спорте невзирая на боль на травмы я это преодолеваю потому что у меня есть цель там получить медали как-то засветиться на всю страну до чтобы вот подарить стране там медали еще что то есть вот что-то такое здесь масштабное глобально это вот ваш сценарий да все время всем доказывает что-то борьба борьба здесь здесь если есть борьба здесь есть очень много энергии вам нужно будет научиться ее направлять правильное русло не случайно вот это вот материальное и духовное до что перевесит стабильность либо духовное развитие да то есть одна есть сила но во что она направлена и следующий сценарий это вот сирота да он у вас есть помните я говорила про туз кубков да про сценарий одиночества да то есть вы как будто бы на работе не ощущаете себя одиноким человеком то есть через работу вы покрываете эту потребность сироты здесь детский сценарий был когда у вас в детстве очень часто оставляли родители да мама папа неважно где неважно по какой причине вот это вот чувство да что я никому не нужен до сирота одиночество поэтому в своей работе как-то вы можете и больше помогать тем людям которые считаете что вот поэтому и справедливость я сказал что она как-то связана с вашей работой и был сценарий помните то как вы выбирали профессию я сказала что это было как-то связано с какой-то утратой так вот здесь вот сирота про это то есть я потеряла и ощутила себя сиротой либо потерял и поэтому всем обездоленно мне хочется помогать и разбитое сердце разбитое сердце здесь выпадала уже где-то как тройка на вот здесь то есть это был сценарий того что как вы какую потребность хотите покрыть то есть вы не хотите разбитого сердца но видимо здесь она у вас будет проигрываться то есть к вам будут приходить клиенты или люблю как вы будете взаимодействовать либо ситуации где вам будет периодически разбивать сердце и вам нужно здесь понять что не кто-то вам разбивает сердце а вы сами себе каким по каким причинам да то есть какие сценарии у вас проигрываются ну смотрите изначально да пойдут на перекор всем препятствия безусловно если вы идете с мечом в руке да на перекор преодолевая опять-таки если цель благая намерение да то есть за что-то вы отстаиваете то вы будете получать удовлетворение а если вы не реализовываете эту силу только боретесь там своей семье своими родными и близкими с друзьями с коллегами на работе то безусловно это вам будет приносить разбитое сердце почему потому что вот борьба вот и борьба справедливо ключевые слова смотрите борьба справедливость жесткость холодный ум разум это всегда всегда вас будет ранить на вот ваше разбитое сердце она присутствует и вы своей работе как-то через других людей через других других ситуаций можете прорабатывать вот это вот свое разбитое сердце которая по сути разбита из-за того что вот вы ощущаете себя сиротой никому не нужным детский вот здесь детская травма идет хорошо это все вы можете проработать на своей работе если будете внимательны будете отслеживать свои какие-то сценарии поведения с другими людьми как вы взаимодействуете какой сценарий они вас включает и это понимаете через эмоции которые у вас появляются позитивными какими сценариями вы это можете все перекрыть ну так значит первое да наперекор судьбы когда вы всем что-то доказываете по сути то что вы сами то и создали дух творения вот то что в принципе я и сказала до создавать то есть не не бороться с самим собой по сути самому себе что-то доказывать направлять это на творение на создание чего-то большего во имя чего-то найти себе цель какую-то на на работе придумать его можно безусловно дальше сирота она должна перекрываться сценарием вдохновения то есть когда вот вы должны использовать эти негативные эмоции для того чтобы вдохновиться например когда кому-то больно до пишет там стихи вы это умеете как-то выражать себя через творчество то есть вдохновиться вот этим своим одиночеством на что-то возможно на открытие для себя каких-то идей до нового мировоззрения новых взглядов то есть вот это вот одиночество не использовать как покинутость а испу и не понимание меня а как разки направить на то чтобы понять себя чтобы что-то новое увидеть чтобы увидеть в этом моменте какие-то ограничивающие сценарии для себя ну и разбитое сердце благодарностью благодарность здесь вот прям вот отдельный такой момент можно будет как-нибудь прямом эфире рассказать о том что благодарность она должна быть у нас априори не потому что так правильно а когда ты понимаешь именно почему я благодарен да в чем причина не за что-то а почему то что действительно приори так должно быть тогда разбитого сердца не может быть то есть вашем случае например если эта тема касается отношений то когда вы понимаете что другой партнер находится с вами даже если это брак даже если долгосрочное отношение каждый день выбирая вас то и он не обязан быть с вами то вы благодарны допустим своему партнеру каждый день за то что он выбирает вас а если он ушел и не выбирает то это не значит предательство а это значит что он для себя решил в этот момент выбрать что-то и вы должны быть опять благодарны потому что благодаря его уходу вас откроется какие-то новые двери поэтому вот здесь как раз вот это вот одиночество она и поможет вам пересмотреть свои взгляды и понять что благодарность это базовое состояние человека да то есть мы благодарны то что каждый день мы просыпаемся в этом тоже уже есть благодарность но мы включая свои автоматизмы да то есть само собой разумеющийся что я засну утром проснусь мы решаем себя да то есть мы включаем автоматизм или и лишь лишаем себя вот это вот состояние благодарности а вот в этой благодарности до через это состояние вы увидите по-новому абсолютно мир и тогда не будет разбитого сердца да тогда вы будете понимать что это не не то что вы пакет вас покинули кто-то дали бы вам разбил сердце потому что вы такая личность а это потому что вам дали право на какие-то другие перемены да вам дали право на то чтобы вас открыли жизни какие-то другие двери то есть смотреть на ситуацию под другим углом через состояние благодарности под размышляйте на досуге об этом вот такая у меня была и вторая позиция огромный расклад следующий расклад он будет на одну позицию да потому что будет глубокий и я понимаю что ну блин очень сложно действительно сложно делать глубокие расклады вот прямо на две позиции либо поверхностные намного позиции либо один и глубокий а я с вами прощаюсь до новой недели всем пока пока пока